добрый день друзья продолжаем цикл видеопередачи о зимней одежде сегодня как я и обещал говорим о моей охотничьей одежде на мне сейчас куртка межсезонка скажем так серии солонек 500 про штаны зимние я уже рассказывал вот это у меня тоже 500 серия утепленная с подкладкой из флиса сейчас я полностью без термобелья просто на голое тело натянул штаны температура витаминус 5 то есть вообще ничего не ощущаешь если использовать до минус 15 в принципе комфортно без термобелья потому что очень плотная ткань очень низкая паропроницаемость тело в машине к примеру в таких штанах начинает сильно запревать вариант для ходовой охоты зимний принципе неплохой для статичной конечно лучше все это девать термобельем потому что часа через два все равно при такой температуре как сейчас начнет колотить начнете промерзать потихоньку основным минусом этих штанов я называл неправильный крой задней спинки почему они так делают я не знаю сейчас попробую показать как выглядит спина вот здесь небольшой такой поясничный участок якобы закрывающий копчик однако особенность этих штанов заключается в том что когда вы делаете уже рассказывал какие-то приседания еще какие-то действия то есть вот эта внутренняя подкладка из флиса она за счет трения потихоньку стягивает ваши штаны с поясничной зоны то есть как бы вы туго тут не цепляли ремень все равно штаны будут потихоньку из-за трения спускаться поэтому использовать эти штанцы обязательно только с подтяжками немножко расслаблять ремень и использовать подтяжки потому что копчик примерно будете вы там где-то на вышке сидеть да пару раз поерзать на скамейке все у вас копчик оголится вы начнете чувствовать холод на спине очень легко можно застудить позвоночное отделение вот и получить массу проблем я чуть чуть попозже сейчас достану курку которую шла у с этими штанами то есть она не как комплект подавалась в принципе из одной единой серии значит вот это вот курточка она предназначена для легкой ходовой охоты в безветренную зимнюю погоду можно носить как сейчас потому что у нее достаточно короткий воротник отсутствует капюшон если будет зато быть какой-то сильный ветер естественно будет некомфортно то есть для легкой ходовой охоты ранней весной поздней осенью можно использовать сама куртка сделана насколько помню в турции тоже внутренняя часть подкладка из флиса то есть это состав стопроцентный полиэстер у этой куртки чем она отличается от той куртки которая вот шла вместе с этими штанами мне абсолютно не шуршащая ткань все ваши движения они не производят никакого звука на всех такого плана охотничьих куртках используется оригинальный камуфляжный рисунок разработанный слоняком под ломом точнее под названием актикам то есть актикам это не ткань это именно название от этого камуфляжного рисунка насчет водонепроницаемости мокрый снег может держать ну наверное протяжении часа не более то есть постепенно постепенно ткань начинает промокать ты уже начинаешь чувствовать на себе вот эту вот сырость то есть она у нее нету насколько я знаю никакой пропитки то есть изначально ткань очень мягкая похожая по составу на флис но тот же soft shell то есть никакой особой защиты от воды в ней нет вот сейчас снег застрял он как бы висит на этой куртке но в то же время из-за вот этой микропористой структуры к сродни флису плохо стряхивается то есть вот это вот ткань на штанах и ткань на куртке очень сильно отличается по тактильным ощущениям самой куртки как во всех солоняковских куртках очень слабо развиты внутренние отсеки то есть такой скудники запасе для документов небольшой маленький карман на липучке который естественно не закрывается если вы положите туда паспорт посмотрите сами вот выдвигаясь на охоту какие документы вам нужны три основных то есть роха паспорт и охотничий билет плюс путевки там сопутствующие да то есть это уже такая приличная пачка получается одежда для охоты как совсем не продумано понятно что все документы можно куда-то положить там поясную сумку в рюкзак но это все не очень надежно здесь с этой стороны находится такой небольшой боковой отсек тоже очень небольшой не знаю с чем это связано почему такие небольшие отсеки не сделали именно в этой куртке по бокам тоже два боковых кармана на молнии вся фурнитура YKK вот ни разу ничего не залипала хочу особо обратить внимание на ширину ветровой планки вот я рассказывал в прошлый раз про куртку пентагон где там планка превышает практически в два раза по ширину вот здесь она достаточно хорошо держит свою жесткость не заминается хотя и ни разу еще конечно стирал то есть и не утыкается работе с молнией чем длиннее ветровая планка тем нужно больше не жесткости чтобы она не скукоживалась потому что как только начнет собираться в гармошку сразу начнутся проблемы застегиванием на бегунке находится такой фирменный тоже сделаны из паракорда хлястик вот желтых цветах рукава прорезинены здесь находятся манжеты принципе все куртка видно закрывает не совсем полностью ягодичную часть то есть повторюсь создана она для легкой ходовой охоты в межсезонье ну вот в такую погоду тоже безветренную можно шарахаться там я обычно не одеваю потому что на лыжах начинаешь здорово скипотеть вот чтобы тело не приводевают эту куртку принципе на даче тоже приезжай какие-то там еще дрова поколоть еще что-то поделать тоже использую основном эту куртку пошив крайне качественный никаких ниток нигде ничего не торчит ничего не расползлось ничего не оторвалось хотя ходил я в ней по лесу цеплялся за сучки то есть ткань на разрыв достаточно прочная несмотря на свою такую мягкую пористую структуру однако совершенно спокойно переносит какие-то небольшие вылазки по бурелому даже ничего не рвется не внется то есть замечание по поводу качества никаких нету на момент покупки стоило что-то в районе двух или полутора тысяч сейчас я порядок цены естественно не могу вам сказать остатки продает озон ну я так понимаю склады потихоньку распродаются и одежда постепенно исчезает поэтому смотрите там название куртки будет в описании сейчас поговорим уже о более так скажем морозостойком варианте зимний все я эту куртку сниму и достану уже зимний более утепленный вариант про сам рюкзак я уже рассказывал тоже в одном из своих обзоров тот же солоняковский рюкзак сейчас идется выпотрошить тут все кстати куртка сама по себе конечно сжимается не очень но принципе можно ее утрамбовать там куда-то на днище рюкзака вот таким вот макаром вот по весу примерно кило 200 кило 300 вот эта куртка уже гораздо потяжелее вес у него приближается к двум килограммам примерно вот ну и соответственно прошита она гораздо более плотно насчет утеплителя не могу сказать опять же не знаю что здесь за утеплитель внутренняя структуру полностью из флиса небольшие вставки тканевый снаружи такие же элементы из материала похожего на кордору достаточно плотный то есть он в основном находится в тех местах где какая-то нагрузка боковая то есть это капюшонная зона то есть если головой где-то будешь цепляться за какие-то ветки чтобы просто не потрошилась основная ткань вот ветрозащитная планка 1 куртка достаточно плотно и хочу особо обратить внимание что вот эта внутренняя подкладка из флиса примеру она идет до зоны рукавов рукава все изнутри сделаны из нейлона то есть они он не позволяет если вы пример одеваете куртку дополнительно столстовка какой-то либо там с флиской с чем-то из схожего материала флиса в флис крайне сильно трется и соответственно рукава у вас начинают задираться происходит тут пример штанами когда всовываешь в них термобелье тоже из флиса либо схожего материала то есть либо вытаскиваешь ноги они выворачиваются я про это тоже рассказывал показывал вот здесь получше все это сделано то есть вставки из нейлона они не позволяют заворачиваться рукава во время продевания капюшон несъемный цельный так вот так вот выглядит куртка с наружной части большие карманы на двух кнопках чтобы они не брончали лучше вот эти вот партики заворачивать внутрь кармана достаточно глубокие изнутри прорезиненный даже не прорезиненный покрыты вот такой вот абсолютно сплошной тканью ну похоже по составу на клеенку то есть если разольете что-то внутри принципе наружу даже ничего не вылет к примеру удобно будет хранить какие-то рукавицы если вы идете во время дождя куртка обработана влагозащитным составом еще ни разу не стирана состав принципе сохранился иногда вот во время утепли смотришь капли стекает прям по самой ткани значит манжеты такие же как и у пентагона то есть здесь правда есть вот такая вот манжета изнутри идет прошита на полностью под подкладку нейлоновую сплошная то есть хорошо защищает от выдувания тепла и соответственно поддува холодного ветра снаружи и снаружи уже расположены утяжки навык вот это вот тканевая вставка опять же кордура насколько я понял значит вода защита куртки 2000 миллиметров ну достаточно так скажем низкий показатель но следует учитывать конечно что это не какие-то там передовые решения хотя ценник за такое качество вполне достойный вполне достойно куртку стоил в районе там двух с половиной трех тысяч рублей в свое время если сравнивать с вот этими вот тактическими скажем куртками серии там пентагона или контекса той же каринтии я абсолютно не вижу никакого смысла и никакого прогресса в тех куртках кроме их веса в лесу в тех же вот тактических куртках походить не получится использовать в примеру как их берут для боевых действий ну для ползания по земле по по веткам там по каким-то торчащим пруткам арматуры и разорвет в клочья абсолютно тот нейлонный из которых состоят эти куртки но не выдерживает тяжелых механических нагрузок то есть куртку хватит на неделю стоимостью там 50 60 тысяч какой-то слишком дикий получается расходник ткань которая используется к примеру на охоте там либо на той же работе где-то на лесах строительных да либо там где достаточно много механических действий она ни в коем случае не должна основываться на легком весе то есть основной приоритет это прочная ткань никакой нейлон никакая мембрана вот это вот сверх легкий состав супер-пупер утеплителями дней не дадут такого результата на истираемость как куртки гораздо более бюджетной поэтому ну для охоты точно не знаю не годится такая куртка то есть нужно брать что-то более плотно минусы этой куртки какие опять же состав из флиса то есть он начинает вот эту вот своей нижней юбкой и лозить по штанам потихоньку их спускает то есть штаны как правило которые используются в комбинации с этой курткой обязательно должны идти с подтяжками просто вот мега обязательно то есть два-три приседания все у вас спускается все начинает поддувать снизу потому что никакой утяжки дополнительного это курки нету то есть собрать какой-то пояс тут подвязать чтобы не выходило тепло и не поддувало снизу не получится опять же скудная внутренняя зона один карман на молнии вот тоже из водонепроницаемой ткани пусть изнутри обработан какой-то резинка думаю даже если провалился но не испытывал воду то в принципе намокнуть ничего не должно молния грубая с крупными зубьями типа тракторной двухсторонняя при исправлении то есть открыли сделали свои дела закрыли не надо полностью расчехляться ветрозащитная планка полностью на кнопках никогда я не пользовался принципе но это наверное на зимушке с этих сторон расположены такие же боковые карманы по аналогу пентагоновских карманы на молнии даже крупным зубом то есть они не залипают слепое можно не глядя там не поправляя ничего открывать закрывать карманы не глубокие для каких-то небольших там ключей мелочевки зажигалок внутренних отсеков нету то есть по сути два кармана получается здесь здесь расположена еще сзади вот такие вот здоровый боковой единый такой карман куда в принципе можно засунуть либо пенку она сюда в принципе помещается также декатлоновская пенка чтобы защитить немножко зону спины от поддувания либо можно засунуть какие-то рукавицы по поводу сохранения тепла на руках я немного попозже расскажу но у меня в основном комбинации флисовые перчатки чтобы что-то делать и во время уже наступления холодов я использую эти перчатки в комбинации с варежками советскими обычными варежками которые можно вот в этот отсек убрать застегнуть и они никак не будут вам мешаться здесь слишком будет выпирать сильно а сзади как раз удобное достаточно место насчет этой куртки и использование ее в зимнее время в лесу значит пришлось мне ночевать как-то в лесу подмосковье на охоте ночевал можно сказать на голой земле то есть было срублено несколько жердей сушника елового сверху накидали лапник лапник кстати надо использовать снизу деревьев где меньше всего зависает на иголках снега потому что снег при положительной температуре начинает таять образуются капельки накидаете в этого лапника и заработаете себе воспаление легких вы просто ляжете в сырую лужу вся сырость будет впитываться через куртку впитываться она будет обязательно минус синтетический курток перед натуральным заключается в том что синтетика работает она легкая она работает за счет распушенности то есть вот сейчас я стою она полностью скажем она полностью выполняет свою функцию потому что увеличенного объеме ничего не сжимает не сдавливать не ограничивает то есть вот этот вот слой он уже раздулся примерно до двух сантиметров как только вы сядете к примеру на какой-то стульчик вот охота с вышки либо ляжете поспать соответственно утеплитель под весом вашего тела сминается раза в три вот и вот это вот подушка которая удерживает теплый воздух она скукоживается по сути вы напрямую передаете тепло свое тело в окружающую среду натуральная одежда работает в этом плане получше из-за того что и кожа и шерсть она имеет меньший коэффициент сминаемости вот более однородная структура то есть если вы одели какой-то шестяной костюм то есть сжать его сдавить под весом вашего тела ну максимум на одну десятую получится 6 достаточно плотный материал даже вот у меня сейчас обувь из шерсти ничего не сжимается но те же валенки валенка ходят всем телом какая там толщина слоя получается от 8 до 10 миллиметров в принципе отлично себя ведут отлично задержит воздух минус натуральной одежды только один это вес то есть вот это вот плотность которая трансформируется вес ее тяжело перетаскивать на себе а насчет зимой и значит спать неприятно то есть у меня с одной стороны был коврик с другой стороны раскатали надью ночёка конечно неприятно но мне был было два комплекта термобелья и самые главные самые и самая главная ошибка конечно это надевать на себя все плотником то есть я надел один тонкий комплект термобель а потом надел комплект чуть более теплый у меня уже он просто не залезал в штаны потому что штаны уже просто не могли пропустить такую толщину материала чем плотнее все это набито тем хуже работает вся эта синтетика то есть между каждым слоем должен быть небольшой промежуток воздуха это как с утеплением крыши наверно то есть нельзя резко создавать мостик холода потому что теплопередача ускоряется вот то есть обязательно должны быть такие конвекционные мешки где воздух будет смешиваться свободно и задерживать вот эту вот резкую передачу тепла капюшон забыл сказать тоже из флиса крайне теплый ветреннюю погоду на номере хорошо стоять не забывает единственный косяк всей этой системы это не развита вот эта вот спинка то есть ее надо делать выполнять как на рыболовных костюмах начиная вот отсюда и поднимая практически до середины спины и желательно все это мы конечно поставлять с возможностью фиксации подтяжек они просто на ремне что она тяжелая не сползает сама куртку сжимается сейчас попробую сжать что положить в рюкзак то есть ее нужно определенным образом вот так вот сложить в одну линию на снегу катать не получится но она достаточно хорошо сжимается таким вот образом то есть на жестком полу это конечно происходит гораздо более эффективно раз мы достанем эту куртку вот это ну конкретно в этот рюкзак посмотрел на него обзор меня совмещаются вот эти вот штаны вот это вот куртка которая сейчас не очень корректно засунул много чего еще в основном то есть для зимней охоты вещь мурдят ну и на этом все наверное вот я уже не вижу смысла дальше рассказывать подробности всякие следующем обзоре постараюсь вытащить свою приятеля поговорим о шерстяной одежде он в этом большой специалист ну и потом уже расскажу про обувь так что подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите свои комментарии делитесь своим опытом на этом я с вами прощаюсь всем пока